Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных истории российской государственности, русской церкви и русской культуры. Мы остановились с вами в прошлый раз на рассказе о жизни и подвигах великого русского полководца Александра Васильевича Суборова. Сегодня нам предстоит продолжить разговор о нем. Итальянский поход, итальянский, а затем швейцарский походу Суборова – это вторая половина его воинского творческого подвига. По существу ведь можно сказать, конечно, что вся предыдущая военная деятельность Суборова проходила с, ну, скажем так, с противником достаточно ожесточенным, как турки, как поляки, восставшие и в первый, и во второй раз, как нагайские татары, как крымские татары. Но, в общем-то, в принципе, как бы то, что и сам Суборов и все другие могли считать противниками ниже стоящими по развитию, по цивилизационному развитию, по воинской доблести и по воинскому воспитанию, чем русские войска. Теперь Суборов отправляется на Западный театр военных действий. Теперь ему предстоит сражаться с лучшей в то время в Европе французской армией. Дело в том, что французская армия в это время заняла практически всю Северную Италию. Россия входит в коалицию держав, направленных на борьбу с Францией, в которую входили Англия, Австрия, Неаполитанское королевство, Пьемонтское королевство. И Суворова просят возглавить войска, которые призваны освободить от французской оккупации Северную Италию. Суворов это делает. Делает быстро. Три битвы знаменитые, в которых он разгромил трех талантливых французских военачальников. Сначала это был генерал Моро, один из признанных полководцев французских. И в битве при реке Адди Суворов разгромил его полностью. Затем будет сражение на Треббии, где Суворов разгромил генерала Макдональда, будущего наполеоновского маршала. И, наконец, в битве при Нове Суворов разгромил генерала Жубера, еще одного французского талантливого военачальника, который вместо Макдональда был прислан командовать войсками в Италии. Трех последовательных начальников, командующих французскими войсками. Жубер погиб в этом сражении вместе с шестью тысячами французов. Русские потеряли на порядок меньше в этом сражении. Практически Северная Италия была в результате освобождена. Встает вопрос, куда двигаться дальше. Довольно естественно, что Суворов, как, в принципе, и те, кто назначали его в этот поход, но и Суворов сам готов идти на Францию. И, может быть, как некоторые считают, если бы этот поход состоялся, то не было бы потом Отечественной войны 12-го года, не было бы пожара Москвы, не было бы великих потерь, связанных с последующими наполеоновскими войнами. Но поход не состоялся. Суворов думал из Италии двигаться сразу на Гренобль, на Леон, на Париж. Однако союзники России, а союзники России в это время – это Англия, Австрия, прежде всего Австрия. Собственно говоря, Суворов освободил от французов Италию, чтобы вернуть ее австрийцам. И вот австрийские войска были заинтересованы остаться в Италии, а Суворова из Италии как бы убрать. То есть ближайшие союзники. И тогда было придумано, что Суворов должен идти в Швейцарию на соединение с римским Корсаковым, который командовал вторым русским корпусом. А потом вместе идти уже из Швейцарии в поход во Францию. Так возникает идея вот этого самого швейцарского похода, который становится кульминацией всех суворовских походов. Ну, по существу как бы Суворову говорят – ничего страшного. Вот вы сейчас выходите к Лицернскому озеру, вдоль Лицернского озера прекрасная дорога, вы идете на соединение с войсками римского Корсакова, а затем объединенными силами и так далее. Но еще ранее выхода Суворова в швейцарский поход выясняется, что все задерживается, вся диспозиция ломается и откладывается. Потому что австрийцы вовремя не обеспечили русскую армию ни продовольствием, ни техническим обеспечением, ни мулами. А без мулов по горным дорогам Швейцарии идти нельзя. И когда мулы наконец приходят, их оказывается, что их в два раза меньше, чем нужно для русского обвоза и для русской артиллерии. В два раза, более чем в два раза, заказывалось 1400, пришло 600. Суворов все-таки выступает. 31 августа 1799 года начинается швейцарский поход. Причем Суворов идет одним из самых трудных маршрутов. Он ведет войска на штурм перевала Сен-Гатарта. И вот 13 сентября взят Сен-Гатарта. 14 сентября штурм Чертова моста через пропасть. И русские войска, им удается, обойдя французов, захватить Чертов мост, не уничтожая его. То есть дав возможность переправиться основным силам армии. И когда Суворов после этих своих побед выходит, спускается в Мутентскую долину, в Мутенталь, где должен был объединиться с римским Корсаковым, оказывается, до него доходит известие, что римский Корсаков разбит, что французы практически почти уничтожили корпус римского Корсакова. И он отступил. И войска Суворова окружены. И начинается героический прорыв из этого окружения. Мало того, что Суворов чисто физически окружен со всех сторон высочайшими в Европе горами и хребтами, но он еще окружен и французской армией. И сражается с ним один из лучших генералов тогдашней Франции, тоже будущий наполеоновский маршал Массана. Он очень умело организует войну, горную войну с Суворовым. И Суворов, тем не менее, опять ведет свои войска через горы, через труднейшие перевалы, через гору Паникс. И наиболее трудным был спуск с горы. Так очень часто в горах бывает, что не так трудно взойти на перевал, как спуститься с него. Вот знаменитая картина Сурикова «Переход Суворова через Альпы» показывает именно этот спуск, крутой, почти ответственный спуск с горы Паникс. И Суворов прорывается. Суворов по-прежнему не испытывает ни единого поражения. Даже в окружении он все равно из этого окружения с боем свою армию выводит. Да, он потерял почти четверть армии, но он выводит с честью, с боем, с победой свою армию. И, по существу, через полтора месяца после выхода из Италии, в начале ноября, русские войска выходят в городу Фельдкирху. И практически швейцарский поход заканчивается. Победа над горами, победа над климатом, победа над самим собой. Да, и над самими собой тоже, потому что русским войскам пришлось сражаться в невероятно сложных условиях. Победа, несмотря на измену союзников. Потому что явным становится не только Суворову, но и императору Павлу в Петербурге, что, конечно, австрийское командование ведет себя изменнически. Подвели русскую армию во всем, в чем можно было подвести и предать. И Павел I решает прервать кампанию. Суворов сначала еще не уверен в этом и держит войска еще в лагере на готове по существу. Если будет продолжаться война с Францией, он по-прежнему готов вести свою армию во Францию. Но Павел уже принял решение разорвать союз с Австрией и с Англией и заключить, наоборот, союз с Бонапартом, союз с Францией. В начале января русские войска окончательно поворачивают и уходят в Россию. Император Павел, как известно, сначала на первых порах очень высоко оценил вклад Суворова в его военных кампаниях в Италии и Швейцарии. Суворов получает титул генералиссимуса, высший титул в русской армии. Суворову назначена торжественная встреча. Но потом император Павел, как известно, был очень взбалмошный человек. Многие говорили, да, он романтик, он последний рыцарь на престоле, он русский гамлет, все что угодно можно говорить. Но когда человек взбалмошный и плохо контролирующий ситуацию, это всегда плохо. Пока Суворов доедет до Петербурга, он опять оказывается в опале. И торжественная встреча отменена, и император его не принял, и он тяжело больной приезжает в Петербург и останавливается на квартире у своего зятя Хвостова. И, соответственно, вскоре после этого, 6 мая, он умирает. На его могиле, согласно его завещанию, было написано «Здесь лежит Суворов». Вот те знаменитые слова, которые мы все видели и помним. «Здесь лежит Суворов». Так окончилась эта эпопея. Что она значила для России? Что значил вообще итальянский и швейцарский походы? Да и вообще, в принципе, вся военная карьера Суворова. Вся вот эта его военная доктрина, в основе которого он положил, как известно, три принципа – глазомер, быстрота, натиск. Это психология прорыва. Русская армия всегда прорывается. Суворов всегда воюет с превосходящими силами противника. Его армия всегда меньше. Но у него и потерь всегда меньше, чем потерю противника. Иногда это очень выразительно. Когда, например, турки теряют в сражении 20 тысяч человек, а армия Суворова теряет 600 или 800 человек. Меньше тысячи. Как достигал этого Суворов? Прежде всего, духовным началом, духовным воспитанием. Суворов, если угодно, это православная тактика боя, это православная система воинского воспитания, это православная военная доктрина. Скажут, как так? Бывает ли такая? Что это такое католическая военная доктрина и православная? Да, если угодно, да. Так же, как существуют православные формы государственности. Православная империя у нас была. Это православная форма ведения войны. Это ведение войны, прежде всего, ценой духовного подвига, духовной подготовки. Мы сейчас столкнулись с тем, что русская церковь совсем недавно канонизовала великого флотоводца Ушакова. Да, безусловно, заслуженно. Но, по-настоящему говоря, давно пора канонизовать Александра Васильевича Суворова. Потому что это не просто человек, который не испытал ни одного поражения за свою воинскую полководческую карьеру. Это человек, который создал тип русской армии, русского солдата, русского военного мышления. И с этой точки зрения вспомним его науку побеждать. Как она написана? Вопрос ведь не только в том, о чем она. Я хочу подчеркнуть, как она написана. Сам текст Суворова – это текст прорыва. Это как бы образ вот этого вот неудержимого наступления, наступательной позиции, наступательного характера русских военных действий, русской армии, русского солдата. Вот я прочитаю буквально несколько слов, и они будут поучительны. Они будут поучительны и с точки зрения атаки, и с точки зрения отношения к обывателю, как тогда говорилось, то есть к мирному населению. Вот, смотрите, атака, раздел атака. В атаке не задерживай, для пальбы стреляй сильно в мишень, мы стреляем цельно, бросься на картечь, лети сверх головы, пушки твои, люди твои, вали на месте, гони, кали, остальным давай пощаду. Грех напрасно убивать, они такие же люди. Умирай за дом Богородицы, за матушку, за матушку Екатерину, за пресвятлейший дом, церковь Бога молит, кто остался жив, тому честь и слава. Обывателя не обижай, он нас поит и кормит. Солдат не разбойник, святая добычь, возьми ладерь, все ваше, возьми крепость, все ваше. В Измаиле, кроме иного, делили золото и серебро пригоршнями, так и во многих местах. Без приказа отнюдь не ходи на добычь. Вот эта вот добычь, это очень характерная черта. Тогда действительно война кормила армию. Не было современной системы, чтобы армия обеспечивалась всем через тыловые учреждения, через коммуникации, со своей земли, со своего государства. Этого не могло быть просто. Тяжелейшие условия, особенно когда где-нибудь в Италии или в Швейцарии Суворов воевал со своей армией. Поэтому, естественно, армию кормила война. Армию кормил обыватель. И вот как учит Суворов. Обывателя не обижай. Он нас поит и кормит. Солдат не разбойник. Даже при том, что он признает вот эту право на святую добычь. Если взял крепость, все ваше, пожалуйста. Или смотрите дальше. Следующее. Великолепное совершенно. Три воинские доблести. Первое – глазомер. Как в лагере встать, как идти, где атаковать, гнать, бить. Второе – быстрота. Поход полевой артиллерии от полу до версты впереди, чтобы спуском и подъемом не мешали. Третий – натиск. Нога – ногу подкрепляет, рука – руку усиляет. В пальбе много людей гибнет. У неприятеля те же руки. До русского штыка не знает. Вытяни линию, тотчас атакуй холодным оружием. И, наконец, заключительные слова науки побеждать. Солдату надлежит быть здоровым, храбрым, твердым, решимым, справедливым, благочестивым. Молись Богу, от него победа. Чудо-богатыри, Бог нас водит, он нам генерал. За ученого трех неученых дают, нам мало трех. Давай нам шесть, давай нам десять на одного. Всех побьем, повалим, баллон забьем. Последнюю кампанию неприятель потерял счетных 75 тысяч. Только что не сто, а мы и одной полной тысячи не потеряли. Вот, братцы, воинское обучение, господа офицеры, какой восторг! Вот это вот суворовское, господа офицеры, какой восторг! Вот это вот философия прорыва, настроение, которое передавалось, это было важнее любых подкреплений, любых обозов, любых резервов. Это вело армию, за это любили Суворова, за это носили его солдаты на руках. И посмотрите, еще к тому же, что такое. Да, Суворов очень переживал всегда, если его обходили наградами. А его почти и не обходили. Мы с вами видели, за одно сражение он графа получает, за итальянский поход он князя италийского получает, за рымника он получает первую степень святого Георгия. Все, что можно, он получил. За швейцарский прорыв он получает генералиссимуса. И все мало. И он все переживает, что что-то ему вот не додали, что-то вот к славе его еще не прибавилось. Почему? Что это такое суворовская слава? Суворовская слава это как бы нимб над русским воином, над русским воинством. Он ревнует о славе своего отечества. Он ревнует о славе, причем религиозной славе. Помните слова «Бог нам, генерал!» «Бог нас вводит в бой!» Он ревнует о славе своей церкви, о славе православной империи. Вот о чем беспокоится суворов. И поэтому суворовская слава, и это было впервые в истории русского военного искусства, да, в общем-то, и не только русского. Впервые. Это сливалось, почему я говорю о необходимости канонизации суворова, прославления, церковного прославления, причтения к лику святых, потому что это сливалось именно к пониманию русской святости. Как когда-то святой Александр Невский, святой князь Владимир Красное Солнышко, они водили русские войска. Точно так же суворов своим нимбом славы прорывает вот эти все невероятные трудности, которые предстояли русской армии и русскому государству. По существу суворов как бы есть авангард русской славы и одновременно авангард русской святости. Он сам был очень церковный человек. Он не только каждое утро существует описание его дня. Вставал за два часа до рассвета, обливался холодной водой, потом бежал в церковь, присутствовал на утренние, на литургии, всегда сам пел на крылосе и сам писал, он даже писал песнопения, писал акафисты, писал каноны. Есть канон спасителю, написанный Суворовым. То есть на самом деле человек жил напряженной духовной жизнью и этому учил солдат. И поэтому он мог сказать, что Бог наш генерал, Бог нас ведет. Но Бог ведет не каждого. Бог ведет такого, как Суворов. Бог ведет святых воинов и за святое дело, и на святую битву. А поскольку святая Русь в этом ее историческое призвание, именно борьба за святость, за дело Божие в мире, как один из наших иерархов хорошо сказал, Россия есть подножие Царства Божьего. Вот с этой точки зрения Суворов безусловно один из духовных лидеров нашего народа, один из величайших русских. Когда мы будем на страшном суде предъявлять Богу, что такое русский человек, мы одним из первых покажем Александра Васильевича Суворова. На этом мы заканчиваем нашу передачу, посвященную жизни и подвигам Александра Васильевича Суворова. Мы ждем новых встреч с вами. История России продолжается. Редактор субтитров